Как вы считаете, дорожно-транспортная система Воронежа за 2021 год стала лучше или хуже? Как она была, так она и осталась. А как бы вы ее оценили по пятибалльной шкале? Так, да и по нулям, как я ее оценил бы. Да не знаю, мне кажется, одно и то же. А вообще по пятибалльной шкале как вы оценили транспорт и дороги? Центральная улица, конечно, отлично все. А где-то вот на таких улочках периферийных не очень, там, троечка. Ну, во-первых, я не знаю, мне все-таки кажется, что очень сильно большая давка. Все равно очень, невозможно сесть. Ну, вот я стояла сегодня минут 10, наверное, 15, ждала пустой автобус. Потому что вообще даже влезть нельзя было. Но я понимаю то, что как бы все спешат на работу, все дела. Ну, а вот тоже, что делать? Такси вызывать, такси цены в два раза. А как бы вот в баллах оценили по пятибалльной шкале? Два. Два? Да. Тройка. Тройка? Да. Раньше, конечно, на машине передвигалась, но отвратительная была дорога. Сейчас немножечко, конечно, подлатали их дороги эти, но, тем не менее, много еще дыр. Начнем с самого горяченького. С конфликта, который до конца не остыл до сих пор. 22 ноября всю страну потрясла новость о скандале в воронежской маршрутке номер 9К. Водитель автобуса оборал женщину благим матом и силой вышвырнул ее из салона. В итоге скандалом заинтересовались полиция, прокуратура, да и вся Россия. Воронеж пассажир транс организовал служебную проверку и временно отстранил водителя до выяснения всех обстоятельств. Милицию не собирают. Я вас трогать не собирают. Здесь производится аудио-видео-зап. Ваша х**а 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 х**а. Х**а 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 будет сегодня в интернете. Ты будешь звездой ютуба, поняла? А ты не сижу, я здесь работаю. А ты не мы-то, выйдя отсюда. Пока при памяти. Ты меня слышишь? Ты нет. Ты меня. Ты не вас жёсткий. А теперь ты не х**а. А мне... Вы меня отсюда! Это конца! Конца! Видели свидетели есть? Да! Однако новостью номер один в транспортной сфере стала, конечно же, летняя трагедия на улице Кольцовской. 12 августа напротив ГЧФ взорвался автобус номер 10А. В результате пострадали 26 пассажиров и еще две женщины погибли в больнице. Чуть позднее в СК возбудили уголовное дело и потихоньку понеслись слухи о причинах трагедии. В итоге силовики так и не подтвердили ни одну из этих версий и вообще не вынесли никакого вердикта. Разве что перевозчик опроверг слухи о газовом оборудовании и заявил, что автобус был исправен и ехал на дизеле. Общественность ничего не забыла и по-прежнему ждет результатов расследования. Минувшим летом мэр Вадим Ксенин запустил на улице Героев Сибиряков очередную реконструкцию Виадука. Она, ожидаемо, стала причиной многокилометровых пробок, народного гнева, массы публикаций. В итоге горожане довели Вадима Юрьевича до извинений. Начитавшись ругатель в СМИ и соцсетях, он опубликовал речь, в которой попросил у горожан прощения за доставленное неудобство. Но однако отметил, что реконструкция Виадука – вещь все-таки необходимая. Но не все проекты воронежских властей начинаются с казуса. Немного иначе, например, вышло со Стужеской развязкой. Там, чтобы не извиняться за пробки, как в предыдущем случае, перед стартом работы в больнице электроника проложили дорогу дублё. Но и тут не всё прошло так гладко, как хотелось бы. ЛТДМ «Развитие» из-за куска земли подала на мэрию в суд, тяжбы длились почти год. И только в сентябре 2021-го компания застройщик согласилась решить конфликт мирным путём. Но не воронежскими косяками едиными. Иногда на нашей земле косячат и федеральные чиновники. Так вышло с трассы М4 Дон. Из Москвы пришло распоряжение провести реконструкцию моста через реку Хворостань. Итог. Пробки от Новоусманского района и до самого моста. Километры и километры машин, вставших в едином, как Россия, непроходимом заторе. И снова гнев, и снова видеопробок, и снова негодование. Воронежскую область все люди едут на юга. А у нас ремонт дороги. А у нас ремонт дороги. Так что, люди, вы не ехайте на юга на машинах. Ехайте на поезде. От самой платки. И за это деньги берут. Да еще за платкой, скорее всего, там тоже будет сейчас. Вот стоят на платке уже ребята, которые заплатили деньги и стоят, спарятся. Обалдеть. Вот это вот 5 километров уже. Вернемся к маршруткам. Любите маршрутки? Знаем, что любите. А в 2021 году две эти вещи сплелись воедино и породили монстра. Катастрофические давки в общественном транспорте из-за снижения пассажиропотока. Не правда ли смешно? А вот мэрии было не смешно. Объяснить логику чиновников из городской администрации будет тяжело, даже приняв на грудь 2 литра чистого этила. Рассудите сами. Изначально чиновники хотели спасти людей от массовых скоплений, чтобы вирус не передавался так активно. Ввели локдаун. Казалось бы, вот оно. Единственный шанс покатать людей нормально, не прижимая их нос к носу. Но тут, видимо, в городскую администрацию прибежали перевозчики, поплакали Вадиму Кстенину на ушко, что их прибыль падает. И вуаля. Мэрия допустила сокращение выпуска маршруток. Да еще как допустила. Таких давок, как в этом году, не видел, наверное, и сам Пекин. Что можно сказать, подводя итоги этой ситуации? Вадим Юрьевич, это был воистину ход гения. Дорожного фонда в 2021 году Осталось добавить только немного цифр. Редакции блокнота удалось выяснить, что размер дорожного фонда в 2021 году составил порядка 17,5 миллиардов рублей. К 19 ноября из них удалось потратить лишь чуть больше 12 миллиардов рублей. То есть даже освоение бюджета оставляет желать лучшего. Ну а если вы желаете ознакомиться с полным обзором дорожно-транспортной сферы за 2021 год, советуем вам перейти на сайт блокнот Воронеж и ознакомиться с полной статьей на нашем ресурсе.